Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Озвучи вопрос из нашего сайта, который в книгах моих находится, открытым оком. Вопрос 1413, пятый том, открытым оком. Если бесы не могут читать наши мысли, то как нам приходят от них помыслы? Каким образом мы можем защищаться и противодействовать этому? Ответ. Это я давал в университетах, вел занятия. Мне иногда смешно смотреть, как крестят рот, когда зевают. Что делают? Открещиваются или в себе закрещивают, чтобы из них не вылез черт рогатый? Ибо знаешь, как эти люди кричат, как злословят, как верят неправде, распространяют всякую ложь, то и ответ остается один. Почему наши помыслы именно от бесов? Разве у нас нет своих наклонностей, пожеланий? А чего же все так и валят на лукавого, ни в чем не думая с собой бороться? Когда говорят, что помыслы от лукавого, значит, сродственны лукавому духу. А не то, чтобы он поднял твою черепную крышку, да и всыпал туда щепоть своего табачку или наркоты. Противодействовать этому можно только чистой, прямой поступью шагая и нигде не кривить душою. Быть честным абсолютно во всем и просить Бога, чтобы Дух Святой руководил нами, чтобы мы имели страх Божий и память о смерти на сегодня. Не быть праздным, больше времени проводить, не разглядывая картинки или празднув стоя в храме, а читая Библию и всяческую поучительную новость. Пицы слетаются к подобным себе и истинно обращаются к тем, которые упражняются в ней. Так и мысли к подобному подобные лепятся. Чем твоя внутренность набита, туда такие вороны нападально летают. При посылке Нового Завета Ни легкий жребий, ни отрадный, был вынут для тебя судьбой. И рано с жизнью беспощадной вступила ты в неравный бой. Ты билась с мужеством немногих, и в этом роковом бою из испытаний самых строгих всю душу вынесла свою. Нет, жизнь тебя не победила, и ты в отчаянной борьбе ни разу, друг, не изменила ни правде сердца, ни себе. Но скудны все земные силы, в рассверепеет жизни зло, и нам, как на краю могилы, вдруг станет страшно тяжело. Вот в эти-то часы с любовью о книге из сей ты воспомяни, и всей душой, как изголовью, к ней припади и отдохни. Тючер, Федор Иванович, Тючер. Так, здесь сколько? Говори. Три. Вот, три. Вот мы уходим. Сейчас закрываем, добавляем еще один. Потому что маленький был. Это сколько? Три. Ну давай. Вопрос 1446. Почему дьявол требовал от Христа именно поклонения, а не какой-то другой формы признания? Ответ. Это продолжение прошлогодних претензий слуги к господину, чье место он облюбовал себе на сегодня. Считай. Не сегодня. От Матфея. И говорит ему. Все это дам тебе, если, Пав, поклонишься мне. Притчу. От трех трясется земля. Четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем. Глупого, когда он досыто ест хлеб. Позорную женщину, когда она выходит замуж. И служанку, когда она занимает место госпожи своей. И провок Исаия. А говорил в сердце своем. Взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой. И сяду на горе, в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные. Буду подобен... На высоты. 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 На последний ударил опять. Буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Предела гордости нет. Первоначальные амбиции падшего хирургима были стать подобным Всевышнему, не кладясь ему. Потерпев поражение, сатана окончательно потерял прежнее место, осеняющее из светлого слуги, раба. Теперь он претендует на подзалог добиться не равенства, а поклонения Сына Божия, которому и он вынужден был поклоняться некогда. К евреям также, когда вводит первородного во Вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Христос пришел спасти мир, пролить за этот погрязший порог Ахмир свою причистую кровь. От Иоанна. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Противник Божий, возмечтавший стать Господином Вселенной и предметом поклонения всех ангелов, добился немалого за эти примеры 5538 лет на земле. Он ввел идолопоклонство, то есть поклонение и жертвоприношение бесам, подобностным поклонением людям или идолам. Первое коринфянам. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, премудрец Соломона. Ибо вымысл идолов – начало блуда, и изобретение их – растление жизни. Не было их вначале, и не вовеки они будут. Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близкий сужден им конец. Отец, терзающийся горькую скорбью о рано умершем сыне, сделав изображение его, как уже мертвого человека, затем стал почитать его, как Бога, и передал под властным тайны и жертвоприношения. Потом, утвердившийся временем этот нечестивый обычай, соблюдаем был, как закон. И по повелениям властителей, изваяние почитаемо было, как божество. Когда кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они и изображали, делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему. К усилению же почитания от незнающих, и от незнающих поощрял отщание художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее. А народ, увлеченный красотой отделки, незадолго перед тем почитаемого, как человека, признал теперь божеством. И это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастью, или тиранству, несообщимое имя прилагали к камням и деревьям. Но за то и другое придет на них осуждение. И за то, что нечестиво мыслили о Боге, обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, коварно презирая святое. Христу надлежало умереть за грехи людей на позорном древе, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Галатам. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано «Проклят, висящий на древе». О, тут, видимо, у меня оборвалось что-то было. Ну, ладно, тут понятно. Ответ-то вообще уже понятен. И что? Это два маловато. Еще один откроем вопрос. Сколько? Два. Ну, давай. Вопрос 1494, пятый том открытым оком. Зачем в наше время общественное заведение называют древними именами? Вавилон, Колизей и так далее. В Барнауле. Хочется солидинальничать, показать себя знающими, привлечь к себе этим ротозея, поизбыть товар. А когда с таким начинаешь говорить, он рот раскроет и что-то мыщит. Мне не раз приходилось разговаривать с такими крестными, расспрашивая их, отчего же их комок так называется. Возле общежития и аграрного университета была такая козявка, называлась Матадор. Подошел, спросил. Он ничего не мог, даже промыщать, только хлопал казенными глазками. Пояснил ему, что это при бою быков, главный участник, задачей которого является нанести быку решительный удар, поразить его. Иногда Матадора называют Эспада или Ториадор. Это словарные данные. Но почему этот полужулик так назвал свою спекулятивную конурку? Поясняю ему, что когда люди подходят к нему, склоняются низко, к окошку-то, со своими точными кошельками-то, он своими ценами наносит им решающий удар. И они сраженные и опустошенные падают и впадают в ропот, в злобу, проливают слезы и даже кончают жизнь от горя безысходности. Название циничное и презрительное. Прохожу мимо через неделю, а вывеска исчезла. А потом и сами эти зверюшкины, и сама эта зверюшкина клетка. Вавилон означает смешение. Так и в магазине это смешано, чистое, хорошее, с блудными картинками, видеокассетами и аудиопродукцией. Точно так же и колизей из латинского исполинский, амфитеатр-цирк для народных зрелищ, сооруженный во второй половине первого века после Рождества Христова, вмещал более 50 тысяч зрителей. Место, где уничтожали христиан. В этом колизее совершается по отношению душ то же самое. Травят заграничными львами эстрады невинных. Поэтому обойди губительное и сотвори молитву. Как будто бы у меня больше ничего нет. Вот ответ. Так, еще надо. Сколько теперь общая-то получится у нас? Восемь. А, восемь? Все. Ну посмотрим еще. Бегательность, все, все. Все, да? Десять минут прошло. Ну ладно.